Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут священник Ян Тераутс, и мы продолжаем с вами разбирать первое послание апостола Павла Коринфяна для библейского портала экзегет. В предыдущих главах, которые собой образуют целую часть некого увещевания апостола Павла Коринфской общине о недопустимости разделений в церкви, мы переходим уже к нравственным научениям и поучениям апостола Павла. Давайте с вами обратимся к тексту и посмотрим, какие же проблемы возникли в период отсутствия апостола в Коринфе, на что он обращает свое внимание. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Здесь он прибегает к очень интересному формату, к целому ряду риторических вопросов, ответы на которых должны подсказать правильное решение вопроса. Дело в том, что в Коринфе, скорее всего, судя по этому тексту, христиане стали обращаться в светский суд для того, чтобы решить вопросы между братьями. Наверняка для всех очевидно, что коринфская община, как и любая другая, содержала в себе много разных людей, занимающихся разными функциями вне церкви. Это были не монахи или не люди, посвятившие себя только лишь церковному служению, но также были семейные, занимающиеся какой-то работой. Так вот, на этой работе могли случаться какие-то обманы и могли случаться неприятности, которые могли бы решиться в светском суде. Но здесь апостол Павел останавливает их. Почему? Потому что дела мирские, суть маловажная. Они не искуплены кровью Христовую. Да, в них показывается наше христианское достоинство, но апостол Павел призывает, как сейчас бы сказали, не выносить ссор из избы. Он призывает внутри церковной общины, в духе любви, в духе взаимного уважения, решать те или иные тяжбы и вопросы. Особенно, когда это касается твоих братьев христиан, тех, с которыми ты имеешь теснейшую связь через чашу Христову. Вполне возможно, что такие отношения могли быть, опять же, следствием партийности церковной в коринфской общине. Как раз-таки вот это разделение на партии породило за собой целый ряд неустройств в нравственном отношении к желанию некоторых коринфских христиан обратиться к простейшему, обычнейшему юридическому праву для решения тех или иных споров. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» Дело в том, что судить мир призываются люди, призываются апостолы Христовы. А Господь говорит, что будут они сидеть на двенадцати престолах и судить двенадцати коленам Израилевым. По мысли апостола Павла, которую мы здесь видим, мир будет судиться через христиан и через других, не только через апостолов. Более того, он говорит о святых. Но мы с вами можем закономерно сказать, но ведь я не святой, ведь мои мощи не лежат в каком-нибудь из храмов, мне не написано кафист. Но на самом деле апостол Павел называет всех христиан святыми. Святыми, потому что они посвящены Богу, потому что они являются иногда руками Божиими в этом мире, потому что они через крещение, через возложение рук или миропомазания являются настоящими частями тела Христова. Об этом будет еще и говориться впоследствии. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Да, апостол Павел констатирует факт того, что выносить эти все тяжбы в светские суды перед неверными, показывая слабости и недостаточество христиан, является антипроповедью, антимиссией. Потому что человек, находящийся вне церкви, слабо представляет ее устройство, слабо представляет эти отношения, как с Богом, так и с твоими братьями по вере. Он представляет себе церковь несколько в ином виде, и поэтому ему будет сложно это сделать. Он не сможет судить эту церковь. Однако мы можем вспомнить, что в некоторых случаях, например, в жизни блаженного Августина, было дело церковного, может быть, даже вероучительного, можно назвать это, характера, которое выносилось на всеобщее обозрение. Но оно выносилось все-таки, как миссионерский акт, не как обычные, характерные для каждого человека судебные тяжбы. Как раз-таки здесь блаженный Августин на этом суде сделал хорошую проповедь, проповедь о Христе. Но вы сами обижаете, отнимаете и притом у братьев? Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Дело в том, что здесь апостол Павел хочет отнести нас мысленно к Евангелию. Это Господь сказал, что если у тебя попросят одну одежду, отдай и вторую. Попросит пройти один путь, пройди два. То есть не вступай в судебные тяжбы, не пытайся как-то унизить другого человека, обобрать его. Ведь очень часто суд связан не только с выяснением правды, а скорее с тем, чтобы каким-то образом человека выманить у него что-то, каким-то законным, юридическим путем. Но мои слова не стоит воспринимать как некое руководство к тому, чтобы сегодня мы с вами никоим образом не обращались ни в правоохранительные органы, ни в суды. Здесь речь идет, конечно, о языческих судах, здесь речь идет о том римском праве. И, конечно, в некоторых случаях, особенно что касается уголовных процессов, иногда наше с вами обращение в правоохранительные органы может даже спасти жизнь другим людям. Да, тому есть множество примеров, но приведеть которые в данном контексте мне показалось бы излишним. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Страшные слова, которые говорит апостол Павел. Но давайте с вами разберемся, кого он перечисляет. Ведь здесь говорится о тяжких согрешениях. Притом, часто мы с вами не имеем представления о различиях между такими словами, как блуд и прелюбодеяние. Апостол Павел их разделяет. Блудники и прелюбодеи. Блудники — это люди, сожительствующие друг с другом вне брака. А прелюбодеи — это люди, которые изменяют в браке. Конечно, прелюбодейство больше, чем блуд. Но это не должно оправдывать блудника в том, что он меньше согрешает. И то, и то является нечестием и неправдой пред Богом. И запрещено законом как Нового, так и Ветхого Завета. Идолослужители — здесь речь идет, конечно, о тех, кто не оставляет своих языческих, языческого прошлого. А может быть и о тех, которые поклоняются некой своей страсти, некому своему фетишу, который сами для себя придумали. Ни малакии, ни мужеложники. Малакия классически чаще всего относится к такому греху, как рукоблудие. А мужеложники, естественно, относятся к грехам, связанным с неестественным, противоестественным отношением между мужчинами и мужчинами. Но если мы детально, текстологически подойдем к данному вопросу, то малакии и мужеложники — это суть родственные согрешения. Только малакии, те, которые дозволяют всякого рода извращения над своим телом, а мужеложники, которые сами вступают в эти связи. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Вор, понятно, это тот, который украл у другого, присвоил имущество другого человека себе. Это, понятно, плохо. Но кто такие лихаимцы? Лихаимцы — это человек, который ставит своим Богом чрево, ставит своим Богом деньги, средства, имущество. Когда в борьбе за приобретение этих благ он не страшится ничего, и это является очень большим препятствием к входу в Царство Божие. Не пьяницы и злоречивые. Конечно, слово «пьяницы» у нас и в словах апостола Павла относится не к тем, кто вообще в принципе употребляет алкогольные напитки, но к тем, кто зависим от этого и находится в страстной привязанности к этому. Апостол Павел говорит «не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Не злоречивые. Кто ж такие злоречивые? Это те, которые, по-видимому, находятся в постоянном злоречии, осуждении, ненависти, неприязни, пересудах и так далее. Не хищники. Царство Божие они наследуют. И таким были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Апостол Павел констатирует, что некоторые из его читателей, из тех, кого он знает, пришли к вере, сами были такими. Сами впадали в эти согрешения. И он предостерегает их, чтобы не войти снова в ту же самую реку. Дальше он рассуждает следующим образом. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей». Я прочитал достаточно протяженный отрывок. Это связано с тем, чтобы мы воспринимали его в контексте. Некоторые люди оправдывают свои согрешения словами апостола Павла, что «все мне позволительно, но не все полезно». Но здесь речь идет не о том. В контексте мы видим, что речь идет о нейтральных действиях. Например, что, скорее всего, в коринфских общинах возникали вопросы о пище. Именно поэтому он продолжает об этом говорить. Можно ли употреблять свинину? Можно ли, необходимо ли придерживаться того кашрута, который был узаконен в Ветхом Завете? Или же нет в этом никакой разницы? Вот апостол Павел и говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать». Как часто бывает, что, пользуясь своей свободой во Христе, человек начинает эту свободу ставить вместо самого Господа Иисуса Христа, начинает бравировать этой свободой, начинает ее использовать не по назначению, не в благоговении и радости в Боге, но наоборот. Пища для чрева и чрева для пищи. Бог устроил этот мир таким образом, чтобы мы могли с вами вкушать пищу и получать от нее удовольствие от пищи. Это возможно, это нормально. От нас не требует закон Божий, чтобы мы имели отвращение к пище. И чрева для пищи. Да, действительно, мы устроены таким образом, что нам необходимо есть. Но такое, с первого взгляда, простое повествование или рассуждение говорит о том, чтобы пища мной не обладала, чтобы я не служил этой пищей, этому постоянному чувству аппетита. Но Бог уничтожит и то, и другое. Да, и то, и другое истлеет. А дальше он говорит о воскресении. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Наше тело прекрасно, гармонично, создано Богом не для того, чтобы мы блудили, но для того, чтобы мы с вами являлись связью между миром тварным и Богом, чтобы мы уподоблялись Господу Иисусу Христу. Но и Господь для тела. Удивительная вещь. Господь обещает, что Он воскресит нас из мертвых. И из этого мы видим, что Бог заинтересован в нашем спасении. Он хочет нашего спасения. Он хочет спасти не только нашу душу, но и наше тело. Сделать его предметом освящения. И результат этого мы видим в таинствах, которые освящают не только наше внутреннее, но и наше внешнее. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Дальше Он начинает рассуждать о теле. «Разве не знаете, что тела ваши, суть, члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Опять этот риторический вопрос. Опять доведение до абсурда. Разве почитающий, любящий Господа Иисуса Христа может сказать, утвердительно ответить на этот вопрос? Нет, конечно, не может. Наши тела – суть, члены тела Христова. Это правда. Мы действительно с вами, присоединяясь к телу Церкви через таинство Евхаристии, становимся частями тела Христова. Такую красивую и реалистичную аллегорию дает апостол Павел в этом послании, а также в ряде других посланий. Особенно в послании из УЗ, где особенно раскрыта христология. Отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Нет, конечно. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. Интимные отношения между мужчиной и женщиной делают их очень близкими друг к другу. И на самом деле, пользоваться этим даром Божиим, который предназначен для укрепления брачного союза, для сотворения себе подобных, мы не можем в контексте греха. Потому что в таком случае и этот дар Божий, который Господь подарил человеку, станет у нас и ассоциироваться с чем-то плохим. На сегодняшний момент, да и, наверное, в каждую эпоху, человек, имеющий первичный греховный опыт, связанный с седьмой заповедью Десятословия, потом, вступая в брак, может обнаружить, что он и сейчас, уже в браке, воспринимает интимные отношения со своим супругом или супругой как нечто плохое, греховное, тайное, то, что является какой-то частью плохой нас самих. И очень часто это связано как раз-таки с этим психологической проблемой первичного знакомства греховного. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудни грешить против собственного тела. Бегайте блуда. Смотрите, не уходите, не отстраняйтесь. Нет, бегайте. Здесь сразу вспоминается действие одного ветхозаветного праведника, патриарха Иосифа, описанное в книге «Бытия». Когда Иосиф попадает в дом Патифара, жена его господина начинает испытывать к нему влечение и склонять его к прелюбодеянию, к измене. А Иосиф убегает от нее, оставляя даже одежду, убегает блуда. От греха этого порядка, естественного греха, ну, скажем так, связанного, точнее, с нашим естеством и с нашими желаниями, с нашим частью животной, нужно бежать, не останавливаясь, не оглядываясь, не интересуясь, не касаясь. Поэтому впоследствии Иоанн Златоуст и будет говорить наставление родителям о том, чтобы они не тянули с браком детей. Вы скажете, ну, Иоанн Златоуст, когда он жил, он не знает наших реалий. Святитель Иоанн, оказывается, знал наши реалии. Оказываются, те же самые проблемы собственного дела, зарабатывания денег, покупки имущества, образования и прочее, были и в его время. В его избранных поучениях говорится о том, что юноша, который знает, что его родители тянут с этим, может впасть в блуд. А тот, который, может быть, еще не доучившись, может быть, еще не сделав многого, вступает в брак, получает благословение Божие и может вместе с этим шествовать дальше. Это одно из мнений. Я не скажу, что оно является единственным или абсолютно непогрешимым. Но блуда нужно обижать. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела, потому что он соединяется с другим человеком. Потому что двое, одна плоть. Не знаете ли, что тела ваши, суть храма, живущего в вас Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Аргументом того, что мы с вами не являемся полноправными хозяевами своих тел, является то, что Иисус Христос искупает нас на кресте. Слишком дорогою ценой мы выкуплены, чтобы предаваться греху, чтобы пользоваться нашим телом так, как нам заблагорассудится. И поэтому апостол Павел и говорит об этом, о блуде, как о очень плохой стороне жизни человека. Это было актуально для его слушателей, так же, как и актуально для сегодняшнего дня. Культура Римской империи оставляла желать много-много лучшего. Некоторые языческие культы даже, связанные с интимным, с вступлением в интимные отношения, например, с храмовыми, блудницами, бытовали тогда. И апостол Павел заявляет об этой проблеме, говорит о ее некрасивости, мерзости и неприменимости к христианину, соединяющемуся через таинство с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok